Всем привет! Сколько лет, сколько зим! Сегодня будем говорить о журналистике. Я решила угостить печеньками журналистов телеканала Прямой. Злые, но хорошо информированные языки говорят, что принадлежит он Педро, нашему инкогнито. Повода у нас сразу два. Ну, во-первых, выборы. Они и им подобные журналисты много и тяжело работают. Пора подсластить и украсить их в беспросветные и безнадежные будни. А во-вторых, нужно засыпать сахарком доклад Human Rights Watch. Эта международная организация позволила себе страшно сказать что, заявив, что украинское правительство продолжает ограничение свободы слова, свободы информации и свободы СМИ, пытаясь оправдать их необходимостью противостояния военной агрессии России на Востоке. Украины и антиукраинской пропаганде. Прямые. Упоминать о докладе прямо-таки не нужно. Нужно хрустеть печеньками и передвигать ноги своему начальнику. Печеньки с меня. Жуйте на здоровье. Печеньки. Это блюдо как будто создано для журналистов прямого и им подобных. Оно из порошка. Вкусненький такой порошок. Из конвертов, то есть из пакетов. Ну, все, как вы в Парахоботике любите. Это у нас будет нычувана свобода слова. Это у нас будет, назовем их объективность. Сейчас нарисуем независимость. Независимость выглядит приблизительно так. Ну, конечно, нарисуем букву П. Прямой. Порошенко. Панама. Р. Рошен. Радио. Тысячи холмов. Еще немного независимости. И совсем немного объективности. А для других журналистов, критично относящихся к порошкам всех видов и предпочитающим правду, будет бюджетное блюдо. Но это блюдо будет из настоящих яиц. Недорогое, но честное, вкусное и очень красивое. Поехали. Итак, печеньки. Готовить будем безе. Для безе будем использовать сухой порошок. Альбумин. Сухой яичный белок. Пугаться заморского слова альбумин не надо. Вы давно его употребляете, покупая кондитерские и хлебобулочные изделия. Просто не знаете об этом. Использовать альбумин очень выгодно. Давайте посчитаем. В одном килограмме альбумина 316 белков яиц. Стоит килограмм альбумина около 300 гривен. Продается альбумин во всех магазинах для кондитеров. Свежие же яйца стоят около 3 гривен за штуку. Значит, 316 белков обойдутся нам более чем в 900 гривен. Сравниваем. 300 гривен за порошок и 900 гривен за свежие яйца. Разница очевидна. Ученые говорят, что альбумин не только безвреден, а и полезен. В сухом белке высокое содержание протеина, поэтому часто его можно встретить в отделах спортивного питания. А набор минеральных веществ ускоряет метаболизм, укрепляет кости и зубы. А так как зубами и хребтом у массы журналистов проблема одно желе, то наши печеньки должны помочь. Итак, нам понадобится 30 грамм альбумина, 250 миллилитров воды, стакан сахара, краситель и ароматизатор по желанию. Альбумин заливаем кипяченой водой комнатной температуры. Сначала заливаем совсем немного, даем несколько минут набухнуть, постоянно помешивая, и позже добавляем всю воду. Потом будем взбивать. Сухой яичный белок, как вы видите, отлично взбивается. После того, как появятся первые мягкие пики, понемногу добавляйте в белок сахар и увеличивайте мощность миксера. Сухой яичный белок отлично взбивается. Можно добавить, например, ароматизатор. Я выбираю карамель, краситель по желанию. И взбивайте до плотных-плотных, устойчивых-устойчивых пиков. После этого поместим все это в кулинарный пакет или шприц, отправим на противень, усланный бумагой или специальным силиконовым ковриком. И будем подсушивать в духовке при температуре 100 градусов около двух часов. Итак, печеньки. Все началось с них. Это самое дорогое блюдо, которое отведали украинцы на Майдане. Блюдо ценой в страну. Агентами влияния таких печенек выступила масса политиков и журналистов. Повелись и люди. Хотя видели ситуацию не лично. Включали телевизор и компьютер и видели все чужими глазами и верили. Так было всегда. Большая часть избирателей верят в то, что им показывают по телевизору. Откуда ты это знаешь? Так это показали в новостях. Прошло пять лет. И снова выборы. И снова печеньки. Хоть много сладкого и вредного. Да, печеньки одним и кнут другим. Об этом и поговорим. На Майдане часто говорили о свободе слова как о ценности. А после Майдана начали с того, что ввели цензуру и создали министерство пропаганды. За бюджетные деньги вырастили фабрики ботов и троллей и начали работать с журналистами. Чтобы подкорректировать в нужном направлении наши мысли, чувства и даже память. Для того, чтобы удерживать власть, нужно делать две вещи. Контролировать экономику и контролировать СМИ. Основной регулятор настроения украинцев. Выгодополучатели Майдана действуют старыми испытанными методами. Кнут и печенька. Кнут бывает разным. Давление на средства массовой информации и их собственников. Угрозы и обязательное навешивание ярлыков. Тюрьмы. Налеты на издания. Физическое насилие. Уголовные дела. И доступ к журналистским телефонам и компьютерам. Блокировки сайтов и баны в соцсетях. Или, например, законопроекты, блокирующие свободу слова и доступ к информации. Убийство. Короче, неслыханная свобода слова. Нечуванная. Чисто европейские ценности. Такой кнут системно освещит уже пять лет. Что угодно, чтобы не допустить избирателя к достоверной информации. Все для личной информационной безопасности власти, которую зачем-то называют государственной. Печеньки тоже придуманы разные. Подкуп, раскол, ордена. Деление на своих, которым можно все. И чужих, которым не позавидуешь. А еще конверты вместо легальной зарплаты, бета-фермы, парохоботы, поддерживающие нужную шоколадную струю. Инсайт для тех, кто обслуживает. И цензура для тех, кто умничает. И при этом на бюджетные деньги. Красота. Но самое забавное, что вот это все перестает помогать. Рынок лежит под его шоколадным величеством. Льется сироп, сочится патока. Кипит шоколад, а рейтинги падают и падают. А антирейтинги растут. Неэффективным получается порошковый поход против свободы слова. Время злых чудес проходит. Хоть плачь. Журналистика должна быть зеркалом. Чистым зеркалом, в котором мы видим события и персон. Но кое-кто боится смотреть в это зеркало. Уж очень страшная рожа оттуда выглядывает. И поэтому от страха власть системно уничтожает журналистику. Например, часть журналистов охотно и регулярно уходит к политикам. В политику. Даже вспоминать их фамилии неохота. Ни один из них там не сделал ничего хорошего. Так позорятся и проституируют помаленьку. Это социальный лифт с билетом в один конец, в котором их очень укачивает. Часть журналистов продается. Печеньки, четвереньки. Часть устает бороться и начинает писать исключительно о ромашках и букашках. Часть разочаровываются и уходят из профессии. Единицы сопротивляются и получают за это по полной и аудиторию, и проблемы. Они берут на прицел власть, а власть берет на прицел их. Силы явно не равны, но зато какая битва. У таких журналистов тоже есть страх. Но к нему есть мужество. Качество редкое по нынешним временам. И отправляемся в печку сушиться на 2 часа при температуре 100 градусов. И наше традиционное бюджетное блюдо. Готовить будем омлет пуляр. Блюдо из натуральных яиц. Это французское блюдо. Легенда гласит, что его автором стала гордая и сильная француженка. Аннет Пуляр, жившая в 19 веке в Монсен-Мишель. Молодая женщина поссорилась с роднёй и открылась в свой отель, где принимала путешественников. Денег поначалу почти не было. Из еды были доступны только яйца. Вот и придумала Аннет царское блюдо из яиц. Омлет от Аннет получился таким вкусным, что вскоре прославился на весь город. А позже и на весь мир. Нам понадобятся яйца 4 штуки, 1 столовая ложка сливок или молока, соль, смесь перцев. Для начала отделим белки от желтков. В желтки добавляем 1-2 столовые ложки сливок или молока. Немного смеси перцев и немного соли. Взбиваем венчиком. Сильно взбивать не нужно. Белки также подсолим и будем взбивать миксером до устойчивых густых пиков. Тема свободы слова сейчас одна из самых основных. Никогда ещё власть так не боролась за монополизацию этого рынка. Никогда не плодилось столько гибридных журналистов и новостей. И никогда ещё мы не слышали столько неправды. Потому что журналистика перестаёт, к сожалению, быть именно журналистикой. Теперь это способ политического манипулирования. И личность журналиста очень влияет на то, как он может преподносить информацию. Но личностей осталось мало. С личностями в журналистике сейчас прям беда. Одни двуличности. Потому что жизнь оппозиционного журналиста не сахар. Особенно, когда у его сладчайшего величества в рукаве все силовики. Хорошо, хоть социальные сети убили монополию СМИ на вещание. Но и тут нас ожидает масса сюрпризов. Фейки, ботафермы, порохоботы, разгон недостоверной информации и масса других прелестей. Даже и не думайте, что порошковые журналисты что-то делают по личным убеждениям, что вера в свои ценности и идеалы зовёт их на ратные подвиги. Вера там одна. В денежные знаки. Это коммерческий рынок для фей с низкой социальной ответственностью. Огромное количество СМИ превратились в организации по продаже лжи и фейков. И сейчас у них урожайное время. Выборы же и косят как не в себя. Постыдные поступки совершаются легче, финансовый результат приносят быстрее и они безопасны. Поэтому мы в информационном болоте, где почти нет смыслов и идей, правды и мужества. Где только злые чудеса с информацией и оплаченные нашим будущим печеньки. Как результат получаем растущее отупение и безнадёгу общества. Кому-то это очень выгодно. Как думаете, кому? Поэтому будьте осторожны. Соблюдайте гигиену, потребляя информацию. Перепроверяйте и делите на 100. Все ответы на свои вопросы ищите в прошлом. Дела говорят лучше слов. Помните, что получить информацию и знать правду – это разные вещи. Смотрите, наш белок взбит до очень крепкой, очень густой пены. Время жарить омлет. Добавляем в сковороду сливочное масло. Совсем немного. Вот оно подтаяло. И выливаем наши желтки, равномерно распределяя их по сковороде. Как только омлет немного прожарится, начинаем выкладывать белковую массу. Аккуратно распределяя ее по желтку. Жарить будем на среднем огне около 5 минут. Обязательно под закрытой крышкой. Готовность омлета проверяется так. Трогаем белок пальцем, не липнет. Белок готов. Теперь самое приятное. Омлет перекладываем в блюдо. И разрезаем омлет пополам. Половинки омлета складываем вот так. Чтобы получился вот такой однослойный омлетик. Украсьте блюдо, как вы пожелаете. Я добавлю зелень и сливочки. Наш омлет от Анет готов. Украсьте зеленью и кушайте. Пока горячий. Вот и готов мой подарок прямому. Печеньки из сладкого порошка. Спасибо вам прямые. Мне кажется, никто не крушит рейтинг вашего собственника, так как делаете вы. Нетленный труд. Вы главное не останавливайтесь, не стесняйтесь и не зажимайтесь. Больше сиропа, больше шоколада, больше ада. Верьте, что хозяйский ноль, умноженный на ноль именно вашими усилиями, обязательно превратится в срок для вашего хозяина. А вот в какой срок он превратится? Поживем, увидим. Непокоренным же представителем профессии блюдо из натуральных яиц. Вы лучшие. Вы выбрали сложный и опасный путь, на котором у вас почти не осталось конкурентов. Поэтому мы вас и любим. И это здорово. Пусть ваше мужество, объективность и дерзость будут заразительными. До скорых волнующих встреч!